Здравствуйте! Новостная картина дня в материалах корреспондентов Южный регион инфо в студии Нина Приходько и вот то, с чем спешим поделиться. Погорельцы надеются на помощь. Ремонты или переселения ждут жители дома по переулку Братскому. Все потерпели убытки. Квартиры пришли в негодность, вещи пришли в негодность. Морально огромный ущерб. Жить нам практически негде. Хорошо, что пока еще лето. Что с нами будет потом, никто не знает. Активисты бьют тревогу. Пропала мемориальная доска Героя Советского Союза Матвея Шапошникова. Наши корреспонденты провели расследование. Шапошникова. Генерал. Воевал в Отечественную войну. Это мы знаем. Командовал. Часть была в Германии стояла. Что для меня мечта. В публичной библиотеке открылась выставка портретов онкобольных детей. Первый проект мы были в больницах. Второй мы деток вывозили в студию. И это реальные люди. Хотя бы показать, что это действительно реальные люди. Им реально можно помочь. У них реально очень большие проблемы. И проблемы у их семей. Ремонта или переселения ждут жители дома по переулку Братскому. 16 мая кровля деревянной трехэтажки вспыхнула, как спичка квартиры на последнем этаже. Сгорели полностью. Остальные сильно пострадали. Пока судьба более чем векового строения остается нерешенной, погорельцы скитаются по знакомым и надеются на помощь властей. Виктория Щетинина продолжит. Валентина Ивановна проводит экскурсию по частично уцелевшим квартирам. Те, что под самым чердаком, сгорели полностью. Второй и первый этажи залило до такой степени, что стали проваливаться потолки, смыло обои и штукатурку. Возгорание произошло стремительно, вспоминает женщина. 16 мая кровля старинного дома вспыхнула за несколько минут. Мы выбежали на второй этаж и увидели, что из-под кровли идет дым. Сын поднялся на третий этаж, там, где идет чердак. И слышали, что там идет уже треск, огонь и запах дыма. Открытого доступа к чердаку не было. Это усложнило работу пожарным. Им понадобилось около семи часов, чтобы справиться с огнем. Предположение, что он когда-нибудь вспыхнет, кому-то нужно будет это место, это естественно возникало всегда у жильцов. Потому что к нам приходили до этого два-три раза, описывали квартиры, хотели там купить, но пока это все осталось на словах. Ну вот и все. Предположение, что это умышленный поджог. Когда вернулись в свои квартиры, стало ясно. Деревянный дом постройки конца 19 века нуждается как минимум в реконструкции. Например, третий этаж нужно отстроить заново. Оставаться в здании опасно. Валентина Ивановна с детьми и внуками отправилась по гостям. За старшего оставили главу семьи, чтобы присматривал за имуществом. Временное пристанище пришлось подыскивать и соседям. Все потерпели убытки. Квартиры пришли в негодность, вещи пришли в негодность. Морально огромный ущерб. Жить нам практически негде. Ну хорошо, что пока еще лето. А что с нами будет потом, никто не знает. Говорят, что это все наша ответственность власти. Что вы будете все возмещать в свои квартиры. А может быть они нам помогут выстроить третий этаж и чердак. Помогут власти деньгами или нет, решится уже в июне, пояснили жителям. Теперь погорельцы ждут заседания Ростовской городской думы. Виктория Щетейна, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. В центре Донской столицы появится велодорожка. Специальную полосу для велосипедистов обустроят на Большой Садовой. Велодорожка проляжет от Нахичеванского переулка до Театрального проспекта. Вдоль парка имени Первого мая. В планах дорожников закольцевать между собой велодорожки на Пушкинской и Большой Садовой. А в дальней перспективе создать общегородскую велосипедную сеть. По разным данным, по улицам Ростовом одновременно движется до тысячи велосипедистов. В Ростове пропала мемориальная доска героя Советского Союза Матвея Шапошникова. Отсутствие памятной плиты на здании детской музыкальной школы по адресу Ворошиловский, 34, заметили местные активисты. Молодые люди обратились в нашу редакцию и попросили разобраться, цитата, с вопиющим фактом воровства. Такая реакция жителей понятна. Шапошников с доблестью прошел Советско-финскую и Великую Отечественную войну. Его имя часто вспоминают, когда говорят о страшных событиях 1962 года в Новочеркасске. Генерал-лейтенант танковых войск отказался отдавать своим экипажам приказ стрелять в мирных демонстрантов. Знаете, кто такой был Матвей Шапошников? Нет. Думаю, что он музыкант, наверное. Ну, видели, да? Ну, да, видела. А куда пропала? Не знаю. Наверное, убрали. Хотят, наверное, новую какую-то повесить. Шапошников? Генерал. Воевал в Отечественную войну. Это мы знаем. Командовал. Часть была в Германии стояла. Беспокоиться все же не о чем, рассказал нашему корреспонденту председатель ТСЖ многоквартирного дома, который делит здание с музыкальной школы. Мемориальную доску сняли во время капитального ремонта фасада. Теперь ей самой предстоит реставрация, после чего памятная табличка вернется на свое законное место. Их заветное желание победить болезнь в публичной библиотеке открылась выставка «Что для меня мечта» Главный герой снимков – пациенты онкологического отделения детской областной больницы. На открытии побывала и наша съемочная группа. От этих фото невозможно отвести взгляд. Они не дают отвернуться от проблемы. Дети на портретных снимках пережили долгий курс лечения в онкогематологическом отделении областной детской больницы. Под фотографией имя ребенка, возраст и его мечта. Для кого-то заветным желанием стал поход в бассейн, а кто-то хочет просто выжить. Так было интересно слушать их мечты. Саша сказал, что имя 13 лет, он сказал, что я уже выздоровел, мне не о чем мечтать. У меня уже все есть, у меня уже все хорошо. А малышка сказала, что я хочу курочку. Но мы поняли, что девочка у нас сейчас на гормональном лечении, поэтому ей все время хочется кушать. Вот это как бы больше информационный повод, чтобы люди увидели, что существует проблема, потому что многие люди просто не знают, что у нас переполненные больницы. На западном, на 14-й линии у нас переполненные больницы. Это такой проект, то есть мы лично были в больницах. Первый проект мы были в больницах, второй мы деток вывозили в студию, там на этот. И это реальные люди, то есть хотя бы показать, что это действительно реальные люди, им реально можно помочь. И у них реально очень большие проблемы. И проблемы у их семей. Сегодня они бегают на перегонки. А в октябре прошлого года Вася не мог даже пошевелиться. Маленького беженца из Луганска увезли по скорой. Обнаружили опухоль. Две недели мальчик пролежал в реанимации. Сейчас его портрет стал лицом всей выставки. Мама Васи уверена, ее сын уже настоящий мужчина. Очень тяжело выдержать саму химию, потому что мало того, что химия, потом еще побочные. И там у нас было очень много таких стрессовых ситуаций. Я решил на первый блок, даже на последний мы должны были уже нас выписать, уже хороший результат, а ему стало плохо. Вася предстоит еще два года поддерживающей терапии. А вот у Саши больничные годы позади. С фотографией смотрит мальчик, уже победивший болезнь. Теперь он с мамой вспоминает не уколы и процедуры, а парк, где проходила фотосессия. Я с ним мимифитосировался. Да ты что, и тебе понравились фотографии? Да. Ты красивый получился? Я понимаю, какие эти дети, они герои. Что они борются за жизнь в таком маленьком возрасте. Такие большие испытания им пришлось пройти, и проходят они. И как бы с надеждой, смотря на фотографии, с надеждой, что у них все получится. Когда у ребенка сохраняется сила духа во время такой тяжелой болезни, безусловно, у него шанс на выздоровление значительно больше, чем тогда, когда такое подавленное психологическое состояние у ребенка. Выставка «Что для меня мечта» показывает всем. Детский рак излечим. И справиться с ним гораздо легче, когда рядом есть поддержка не только самых близких, но даже совсем незнакомых людей. Анна Глебова, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Кастинг второго сезона реалити-шоу «Караоке-баттл. Суперстар Ростов» продолжается. На этот раз победителя ждет не менее приятный приз – поездка в романтическое путешествие на двоих. Чтобы стать участником, нужно пройти прослушивание. Все подробности по телефону редакции 203-65-61. Таким этот день увидели наши корреспонденты. Каким он запомнился вам, сможем узнать уже из следующих выпусков. Заходите на наш портал rostovlife.ru, делитесь фото и видеоматериалами с места событий. А достойное покажем в эфире. Я желаю приятных новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова